Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 29 по 33 стихи. Иисус сказал им в ответ, Заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы Божии, ибо в воскресении им не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И слыша, народ дивился учению Его. Толкование блаженного Феофилакта. Спаситель показывает, что воскресение будет, но не такое плоское, каким представляли Его заблуждавшиеся саддукеи, а богоподобное, духовное. Ибо если бы вы знали Писание, то знали бы, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. А если бы ведали силу Божию, то поняли бы, что для Бога возможно все, даже и то, чтобы люди жили подобно ангелам. Эти слова означают следующее. Бог не есть Бог несуществующих, но Бог существующих и продолжающих бытие. Он не сказал, я был, но есть, ибо хотя они и умерли, однако продолжает жить в надежде воскресения. Здесь Господь опровергает ересь саддукеев, учивших, что душа не бессмертна, что она совершенно разрушается. Потому и говорит, что Бог есть Бог не мертвых, то есть не исчезнувших, как вам кажется, но живых, то есть имеющих душу бессмертную и долженствующих некогда воскреснуть. Хотя теперь они и мертвы плотию, но живы душою. Такое толкование. Впервые я Евангелие получил, когда работал на корабле. А корабль что? Это маленькое пространство, никуда ты не выйдешь, как в шахте. Вокруг море. В Кубрике, это комната, где находится человек, там несколько человек. И на одну минуту нельзя никуда уйти. Все на глазах. Меня уже знают, и вдруг я начинаю считать какую-то книжку. А что за книжка у тебя? Ну, он говорит, я же в это время учился на штурмана, в высшем мореходном рижском училище. Еще никто не знает. Я уверовал. Я знал, что Христос Бог есть, и не больше того. Открыто крестное знамя не совершал. Это я открыто начну прерыв совершать только в Искитиме, когда встречусь с Александром Ивановичем Устиновым. Но, считая Матфея 22-29, вот это, я выделил его этот стих как главный. Главный, может, на всю главу, а может быть и на Евангелие от Матфея. Вот сейчас я слушаю опять. Феофилакт вообще это слово даже не затрагивает, не толкует. Почему он не толкует? Вот это слово почему при свободном мышлении, когда я никем не задавлен был, меня прямо вывело на то, что он не знает этого. Феофилакт. Потом я всю жизнь буду удивляться. Как так? Тысячу лет идут, и не с места, и ничего этого не знают. Я всегда думал, почему произошла революция, почему раскол вот этот был. Причина-то в чем-то есть же. Не потому что раскол этот никонскую реформу приняли самые плохие люди-то. Да не так же, конечно. А потом, когда дальше читаю, которые не приняли, почему у старобрядцев не было художников? Вообще они не могут показать за 300 лет. Никто им не мешал писать произведения музыкальные, хотя бы они были гонимые. ни одного музыканта, ни одного Рахманинова они не могли создать. Нету, просто нету. Я спрашиваю, а почему? Да как-то не думали. Как не думали? За 300 лет и никто не задумывался. Ну почему? Теперь выпустили этот многосерийный фильм о расколах. Как это происходило? Я увидел подтверждение своих первых мыслей. Когда я писал книги, как говорят, критический анализ сделал, хотя это не критический, а сравнение со Словом Божьим в Житии Святых, вот седьмой, восьмой том открытым оком. Это у меня книга, книги такие вот, это одиннадцатый том открытым оком. Это про старобрядчество. Все, что за 300 лет самое хорошее у них было, здесь выбрана причина. Я доходил до этого не в один день, и доходил в молитве, в исследовании, читая много литературы. Вот она, открытым оком. Видите как. И меня стали спрашивать, ну вот вы, кто разобрали, а могли бы вот богослужение наше, ну как-то тоже так же рассмотреть во свете Слова Божьего? Могу, но не решаюсь. Потому что иначе у нас ничего не останется в руках. Я договорился считать. Вот мы утром читаем у нас псалтырное чтение, по уставу его нету, кроме 50-го псалма, а мы считаем одну славу, это намного больше. Поэтому считать Иисусова молитву одно, Богородице одно, Ангелу-хранителю одно, я гляжу, ты считаешь сегодня их три. А почему? Потому что мы много читаем, перечисляя, за кого мы молимся, потом 100 поклонов. В Уставову это богослужение, не богослужение, а утреннее молитвенное правило, этого нет. То есть мы компенсируем то же самое время, те же самые полчаса. Вы на будущее имейте и приглядываясь. Почему люди принимают вот другое реформу? Потому что богослужение ни одного буквально человека, вот так как Серафима Саровского, оно не может привести в восторг. Привело в восторг его все, а дальше стоит. Малые дети приезжают, у них один вопрос, когда мы уходим на богослужение, а батюшка здесь будет, а он одну неделю здесь, воскресенье, другой уезжает. То есть это богослужение, вот мы без батюшки служим и с батюшкой, с ним в три раза длиннее. Уже помолимся, все, и опять придите, поклонимся, уже уходить надо, а еще опять придите, а почему это первый час, присоединили к тому, и вот это вот. Раскол приняли, потому что богослужение Никон сделал короче. Я нашел это, я нашел ключ к этому. А где? А в фильме Раскол показано, которые там воины, все приняли только этот раскол, это, ну новое, что Никон ввел. Он уменьшил богослужение раза в три, сразу. И они стоят его там на богослужении теребят, а он стоит, говорит, он вошел в это, ему больше ничего не надо. Ну таких, как Аввакум, там много ли их? Ну надо же к этому было приглядываться. Служба Якова, литургия Якова, апостола Якова, она сохранилась, ну продолжается, допустим, в семь часов, девять часов. Ну ясное дело, что человеку это невозможно. Великопост, она на другое накладывается, иногда ее совершают сегодня у старобрядцев. Вот у нас приехала Толена была, а у нас служба там была, девять часов была. Девять часов спали. Ты же ничего не знаешь, из этих девяти часов вынести ничего не можешь. Дальше Василий Великий составляет службу, литургию. Ну, пять часов, там четыре часа. Вот старобрядцы этим сегодня кищатся. Столбы стоят, мертвые мозги. Златоуст это видит. И он по тогдашнему народу, тогдашнему, не сегодняшнему, он уменьшает ее, вот это литургия Василия, Иоанна Златоуста. Никон ее сокращает. И всегда народ на стороне тех, кто сокращает службу. Почему? Да ничего не понятно. Это не день, не два, это каждый день стоят. Выстаивают, как Алексей Михайлович, многочасовые состояния, а проповеди нет. Почему сектанты так преуспели? Потому что вот этого стояния бестолкового, никому непонятного нету. А они проповедуют, худо или хорошо, сейчас не об этом говорим, но народ туда тянется, но народ же принимает, его никто в сектанты-то не толкает. Ну, можно это исследовать. Я на корабле работаю, и когда прочитал, что заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьей, я выделил у себя на корочки, написал, мне не имеющего понятия еще о Библии, в первый день это было понятно. Исследуйте Писание, исследуйте, ибо вы думаете через них, через Писание, не через службу, иметь жизнь, а они, не служба, свидетельствуют о мне, о Христе. Мне это понятно было сразу, бестолковать, илья на корабле, мешают солдаты, эти, сказать, матросы, но я считаю, и первый раз я сразу на корочке выписал, и у меня эта корочка сохранилась, в тетради обыкновенно, я пишу зеленым, чернилом, там, красными выписываю. И на Иисусе звучает, 22 глава, 29 стих, выходит, что люди все заблуждаются не по многим причинам, а только по двум причинам. Во-первых, не зная Писания, а второе, не зная силы Божьей, что Бог все это может делать. И по этому вот это, меня спрашивает батюшка, ну, почему дети вот вырастают и уходят? Я ему сказал, причина, двойная здесь категория людей в семье, мать и отец, один верит, другой не верит, и побеждает неверующая сторона в абсолютном большинстве, потому что дети, это дети Адама и Евы, они тяготеют к земному, вот как. А вторая причина, вы боитесь от службы отступить, вот батюшка не проповедует ни слова, с него никто не взыщет, но если он в службу упустит сейчас хотя бы несколько слов, его могут запретить служение, это цитадель, и я не стал ее, ну, так сказать, во свете Божьем разбирать богослужение, несколько мест показал, в ответах, в книгах у меня есть, почему, во-первых, не примут, а во-вторых, они меня сразу уничтожат, вне закона, вне православным объявят, а это ничего не даст, я людей привлечь через рассмотрение богослужения не смогу, я разбираю богослужение, откуда вы взяли это? Да сегодня на богослужение считали, они даже не понимают, что это из богослужения взято, я вижу абсолютно бесполезный, огромный сизифов труд будет, причина богослужения, я начинаю постепенно идти, постепенно, а кто составил богослужение? Монахи, им это как раз, им делать нечего, с семьей не связанное, и они стоят, эти службы, постепенно, с годами, лет через 30 начинают что-то понимать, и то там, чуточку, когда папский Герасим Петрович переводит Ветхий Завет для Академии Духовной, для лучшего разумения Писания, Писание, это богослужение для них было, они не знают, и его вне закон объявили сразу, со всех должностей, с профессора, что воспитатель царских детей, ни на что не посмотрели, а мы читаем Псалтырь, Евангелие от Матфея, другие книги, переводы, его переводы, это человек номер один в Российской Федерации, император не может спасти его, Попы, это самое главное вино, и я нашел, что не только Попы, а главное монахи, я самостоятельно исследовал, смотрел по истории, из-за чего бунты эти были, они, это они главные защитники, самая смертельная рота, которая идет и уничтожает все это монашество, в том виде, повторяю, не просто монашество, в каком оно высветилось, вот, закостенело, и в котором оно нынче действует, потому что все архиереи только монахи, то есть на эту должность вести других никто не достоин, это они вывели, что в Библии это есть, а куда нам Петра апостола девать, разве мы не имеем права иметь жену, Павел говорит, как и прочие апостолы, во множественном числе, значит, другие апостолы имели жен, жен, может детей были, может некоторые из них были епископами, а то все попы скрыли, все это они замазали, они стилизовали, уничтожали ненужные где, и вот то, что мы имеем в житиях святых, это просто диво, что сохранилось это, ну, более поздний период, тем более главные силы ушли, которые знали в раскол, почему сегодня даже, когда вот мы молимся, и на душе такое томление, и дети стоят томятся, я всегда гляжу, какой подвиг они совершают, и как мы виновны будем за детей, мы их отталкиваем, чем, богослужением, почему они фильм «Зона» и другое смотрят 50 серий и не устают, а еще дальше, а еще покажи, не потому, что они все уголовники, потому что это интересно поставлено, это поставлено так, что заслушаешься, вот был Тагинцев Федор Ефимович ваптистов, приезжал здесь, проповедник такой был, он умер, конечно, он настолько красочно проповедовал, настолько интересно говорил, как Александр Мень, вся интеллигенция, все туда потянулись, почему в раскол интеллигенция не ушла? Это те, которые привыкли стоять, которые держались за букву, за внешнее обрядоверие, те, которые хотели знать священное писание, ни один не пошел в раскол, повторяю, ни один, они не могут указать за 300 лет ни одного переводчика, который хотел бы сделать доступным для народа Божия Библию, а у нас сейчас переводят, да переводят-то уже 300 лет, вас долго-то, вы видите, что ничего уже нету, мы страдаем, мы, наша община страдает, все от этого страдаем, но никто не может словами это выразить, я это выражаю, я озвучиваю, мы являемся преступниками против всех уходящих из православия, преступники, мы их вытолкали, не проповедовали, а давили богослужением, и монахи приехали, они привезли богослужебные книги, не Библию, и я работаю на корабле, у меня доступ в библиотеке отсутствует, я только когда на берег сойду, но я стал искать причину, и я нашел ее, я нашел, вначале, первое, я думал, это на то, что не на русском языке, надо на русский язык, а потом дальше стало, а кто это все-таки зашифровал, дальше пошел, и наконец, богослужение нашел, это все же богослужение, а кто составил, монахи, я дошел до последней точки, может еще что-то там, но дальше ничего нету, возникновение монашества убило живую веру, монашество истребило истинное стремление к Богу по слову Божию, а только по ним, и они всегда верховодят, и они, которые лезут в монашество, это в абсолютном большинстве люди, которые карьеристы, а рано или поздно, может быть, меня вызовут, тем более, я академию кончу, и епископы, а епископ это власть, епископ это смерть для них, если вы, монашество, и прочие лютые волки, куда ты лезешь, вот какая история в этих словах, заблуждаетесь, не зная писания, и вот они нагородили это все, я с первого дня был на богослужении, я выставил, но в душе всегда было томление, не то мы делаем, я стою не то, ко мне подходят и говорят, мы видим, ты богослужение, что-то не очень так это приветствуешь, мне сказать нельзя, никак, и поэтому я сравниваю с своим восприятием, вижу, как стоят дети, ну не могу, ну отпустите вы их, пусть они идут там, с ними позанимаются, кто-то словом Божиим, они с удовольствием идут, с богослужения, когда ты занимаешься с ними отдельно, как закон Божий проходите, вот что надо видеть, блаженный фифилакт этого не видит, почему, мой монах, и он на толкование этих слов вообще не заостряет внимание, заблуждаетесь, в этом все заблуждения, заблуждения политиков, заблуждения священства, заблуждения в семье, везде, не знают Бога, так разве они обратятся, не знаешь силу Божию, Бог силен это сделать, вот вчера был у нас корреспондент с местной мамонтовской газеты, Ритунский, ну и тоже этот вопрос задавал, и вы думаете, что это так, и Бог услышал, да, услышал, ну а такая вот обстановка, что вот сейчас большинство людей голосует за возврат бы к советской власти, я говорю, колбасный горизонт, больше ничего для них нету, я туда не иду, я бы ничего не создал, я из тюрьмы не вылазил бы, при советской власти у меня 26 лет стажа давления преследования психиатрией, а потом будет злоупотребление, мне туда не тянет, не было бы ни одной вот этой книги, не было бы этого чуда, трехтомника, с толкованием блаженного фифилакта, с иллюстрациями, ничего не было, ни детского лагеря, ни этой деревни, ни наших миссионерских поездок, ничего не было, так а мы могли ездить беспрепятственно в эти республики, да в них сейчас беспрепятственно езжай, паспорт только получи, визу открывать не надо, вот и все, но ни в Польшу, ни в Германию, ни в Венгрию, ни в Румынию, я бы не попал, тем более заботился попасть в Скандинавию, ты думаешь, что говоришь, туда могли попасть только заслуженные, протоиереи, архимандриты, епископы, то есть стопроцентные КГБшники, они могли, они туда ездили, сегодня дана эта свобода, свобода исследовать Слово Божие, и не заблуждаться, а ты не думаешь, что ты заблуждаешься, а мне зачем думать, когда Слово Божие говорит то, что я озвучиваю, вы еще разве пророк, и дальше начинает, все пророчествуют, и войдет к вам человек, и чего вы боитесь Слово пророчество-то, все до одного пророчествуют, Павел не боялся Коринфянам писать, и войдет, он всеми обречается, это проповедь, все должны быть проповедниками, а там, а в проповеди пророчество, значит, я несу это пророчество, читаю откровение, я уже пророк, но я не могу так себя назвать, но это пророческая миссия, далее, с 34 по 40 стихи, а фарисея, услышав, что он привел саддукея в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, учитель, какая наибольшая заповедь в законе, и Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, толкование, любить Бога должно не отчасти, а нужно всецело предать себя Ему, это первая и большая заповедь, научающая нас благочестию, другая, подобная ей, состоит в том, чтобы оказывать справедливость и любовь всем людям, так как две причины ведут к погибели, злые учения и растленная жизнь, то, чтобы нам не впасть в нечестивое учение, должно любить Бога всею душою, а чтобы предохранить себя от растленной жизни, должно любить ближнего, ибо кто любит ближнего, тот исполняет все заповеди, а исполняющий заповеди любит Бога, так что обе эти заповеди взаимно связываются, одна другую поддерживается и обнимают собою все прочие заповеди, кто любя Бога и ближнего, станет красть или помнить зло, или прелюбодействовать, или убивать, все толкование на эти стихи. Он как бы ограничивает, не воруй, не все, но это Новый Завет, а я говорю вам, Господь говорит, не прелюбодействуй, ну и что непонятно-то, а я говорю вам, даже не смотри с вожделением, с пожеланием подмять под себя, там написано не убей, ну непонятно разве, не убей, и поэтому кинжал тебе носить, как чеченцы другие носят на поясе, даже во время советской власти им разрешали, как относящийся к одежде, кинжал к одежде, я прочитал толкование, вообще интересно, кинжал относится к одежде, ему можно, я видел в Киргизии, он работает на Селосе, рядом русский, трое русских, а он с кинжалом один, разрешалось это дело, и вот он здесь говорит о заповеди к ближнему, да, заповедь Ветхозаветная, а как она в Новом Завете должна быть? позаботься о его душе, позаботься об умершем, речь все включает в себя, а сегодня нарушается та и другая заповедь, как я могу любить Бога, любить Бога, ничего не зная о Боге, а как мы узнаем? Надо людей подталкивать к исследованию природы, всего, что окружает нас, к Слову Божию, чтобы знать, что такой закон дал, Библия говорит, когда окрестные народы узнают, какой у вас закон, то скажут, какой великий мудрый народ, не потому что исполняет, а что у них закон, русским людям не дали закон, отстоял на богослужении, ушел домой, все, подвержены всяким ветром учения, заблуждениям, люби ближнего, как? Ну, ясно делал, накорми хлебом, а ты хлебом духовным накормил его? Нет. Да вот напой его в жажде. Напоил его? Враг голоден, накорми, напой. Ты врагу дал Слово Божие? Дал ему втолкование святых отцов? Нет. И поэтому обе эти заповеди нарушены из-за того, что нет Слова Божия. Ни любви к Богу нету, это я говорю о православных, ни любви к ближнему. Почему? А революции кто делал? Почему не делали сектанты, штундисты, баптисты? Ни одного нет. Ни одного. Неужели это непонятно? Тем более в этой стране, где революцию делали православную. Священник-то, епископ сказал, когда матросы стояли, охраняли, там собор был, епископ, видя, что творится, он сказал ему, разве так мы в Евангелии это читаем? Он говорит, а не, что мы считали ее, мы только крышку целовали. Эти слова сказали Марсинковскому, когда матрос хвастался, как мы брали попов, ставили на пень, лили водой, чтобы заодно с опнем делался, он такой с опнем. Все от того, что спрятали слово Божие. Казалось бы, нужно день и ночь каяться. Перестройка, свобода. И опять храмы, опять богослужения, храмы. Такой епископ, там, петриарх, совершил божественную литургию. Слова-то, язык не выговорит. Диктор говорит это, божественную литургию. Ему она нужна, диктору литургия. Ну, так принято, так приняли. И ни разу не говорят, что приехал к баптистам или к адвентистам седьмого дня такой-то знаменитый их проповедник. Да, он еретик, но в данном контексте он говорит правильно. Вот по передаче идет голос надежды. И православная. Ну, я не адвентист седьмого дня. Но они-то говорят, по слову Божию, а ты-то собираешь отовсюду везет о матери Божией, об успении. Она матерь всем нам, там то другое. Даже если так-то. Ну, и дальше-то что? Подтверди словом Божиим-то ни одного слова. А эти говорят, видно, с таким знанием. Она говорит даже в голосе, чувствуется просветление в голосе. Или как этот бубнит сидит, там какой-то священник скажет, с таким снобизмом, даже в голосе. У него нет радости просвещения от Духа Святого. Я на интонацию, на все обращаю внимание. На все. Вот этот голос надежды, там другие бывают еще передачи, это менее так. А ты открой братский вестник, даже, это баптистский, даже когда советская власть все зажала, и журнал московской патриархии, как небо и земля. Там проповеди сплошь идут, а иначе у них журнала не будет. А здесь куда поехали, политическая обстановка против нейтронной бомбы, нигде сейчас не видать нейтронную бомбу. А патриарх Пимен долбит американских империалистов, ему в рот заложили, это патриарх против нейтронной бомбы. А сегодня никто нигде против нее не воюет, там химическое оружие придумали. А они нейтронную бомбу, это нормально, их Америку трогать нельзя. Почему такие рассуждения у епископов? Заблуждаются, не зная Писание. Я беседовал много в жизни своей с архимандритами, монахами, с епископами, а они не знают Писание. И поэтому сплошной лентой заблуждения в рассуждении, они не понимают события мировые, на какой версте истории мы стоим сейчас, что у нас нет этой в жизни заповеди «Возлюби Бога всем умом, всем сердцем». Нету. Именно живет и живет человек. Он патриарх, будущий патриарх Кирилл, о нем воспоминания в газете. Обо всем говорили. Он такой ярый был клерикал, то есть церковник, а я ярый атеист. Мы дружили, выпивали вместе, там все было. Обо всем беседовали, кроме Бога. Вот вся характеристика. Давай. От Матфея 22, глава 41 по 46 стихи. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто же не смел спрашивать его толкование. Поскольку они почитали Христа простым человеком, то он опровергает их мнение, и из пророчества Давидова раскрывает ту истину, что он есть вместе и Господь, и таким образом проповедует слово, свое божество. Фарисеи сказали, что Христос есть сын Давидов, то есть простой человек, а не Бог. Как же, говорит он, Давид называет его Господом? И называет так не сам по себе, а духом, то есть получив откровение по благодати Святого Духа. Говоря это, Господь не отвергает, что он есть сын Давидов, но только показывает, что он не простой человек, происшедший от одного семени Давидова, но вместе и Бог, по человеколюбию, соделавшийся человеком. Глава закончена. Вот мне непонятно, по сегодняшний день, где переводчики слово Господь, Иегова, Яхва, перевели Господь, а где слово Господин сделали Господом. Вот, я не знаю точно, в каких это местах. А если так сказал Господь Господа моему, то сказал Иегова, Иегове моему, получается. И когда тут написано в Библии иногда Господь и Господин, иногда вот такой перевод есть, я только по смыслу должен догадываться. Я в оригинале не считаю и не знал, и нигде вообще не считал такого рассуждения. Было ли оно или не было, мне тоже это непонятно. Ну, поэтому сказал владетель мой, властелин мой, властелину моему, то есть такой смысл, Господь Господу моему. Вот здесь я перевод не могу дать. То есть, заменили они это слово или нет. Заменили это Адонай, там по-грешески говорит. Это можно было и не заменять, как иеговисты. Тогда было бы все понятно. Или сказал Иегова моему Господу, Господину. Его Господином называют. Господин, если ты его взял, скажи, куда положили. А как же? Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Господи, Господи. Они кричали, они не влагали туда этот смысл. Они влагали в смысл Господи, Господин. То есть, вышестоящий. Это, ну, сориентироваться, может только специалист, такой, как отец Геннадий Фас. Мне этих знаний нет. Но я обхожусь без этого. Я просто считаю, как есть, без толкования. А Господь знатокам именно такой вопрос задал. если он сын ему, значит, ну, какой сын-то Господом не может быть. Действительно, как же это мы не думали? Как не переводи, а сказал Господь, Господин, кому, когда он царь? Даже если Господин переводить, и тоже никак нельзя. Господином, земным, над Давидом никого не было. Правда, как мы не думали об этом? То есть, я понимаю, их вот рассуждение, не знаем. Вот теперь начинается рассуждение. И таких мест не так и много, на которые они не могли ответить. Их по пальцам можно перечислить. Но они были, не стоя этой монеты и прочее. И мы должны понимать, что это не все. Такое в нашей жизни встречается. Уметь надо задавать встречные вопросы, отвечая на которые, человек ответил бы на то. Допустим, я рассуждаю о богослужении, я им монахам задаю вопрос. Скажите, конкретно, вот сейчас, в данный момент, почему люди не тянутся к православию? Не тянутся. А как только услышали, там богачов и уходят в другое место. Вот такой-то человек, они говорят, кандидат, там прочее. А у православных разве нет таких? Есть такие, но куда они? Они в монашество сразу. У ней такие знания было. Теперь она монашка. Монашка, и там она где-то что-то говорит, но это толика того, что она могла бы сказать при ее знаниях. А у сектантов она работает на полную мощность. А у нас, как, вот Светлана Копылова. Замечательно. Ленточка вокруг головы, платок надевать по-настоящему она уже не будет. Она мирской человек, но она клонится к попам. И они ее уже, говорится, обратали, надели на него хомут, и она пашет в этом направлении. Там, у нее, если разобрать, там больше десяти настоящих песен-то и нет. Но это десять слишком много. Хорошие-то. А остальные, видно, они ей подсовывают, какие надо, вот это вот, как Жанна Бечевская. Там она патриотизм, казачка убитая. И тоже она верующая. А на ней пашут монахи-священники. А если они, та, другая, попали бы к стихтанам, она бы пела такие песнопения, от которых все содрогалось бы. Сборник духовных песен. Более 700 песен. Здесь фактически это все вне церковное, где она. Из такой жажды церковники тянутся. Светлана Копылова приехала. Но она повторяет одни и те же. А которые другие, то у нее, они не на евангельской основе, а такие душесчипательные. Парень там остановился, бросил камень, остановить машину. Тем более, сюжет-то взят не от православных даже. Ну, можем маленько-то рассудить. Так-то. Я ей писал. Да. Ответа никакого не было. Я ей свои стихи предлагал. Посмотрите, может, вы что-то на музыку там. Дальше ничего нет. То есть, она давным-давно топчется на одном месте. А может, надо другой быть. Не может. Суть православия, она очерчивает узкий круг за богослужение не выходить. А бывает, она на богослужении стоит? Не знаю я. Не знаю. Но думаю, что нет. По всему поведению я вижу так. Она около церковной круги. А священник ее считает глубоко верующей. И вот она поет про 40 мучеников и прочее. Да, Да, она нашла свою стезю, говорит. Но это, может быть, не больше 3% того, что она могла бы выдать, находясь у адвентистов или у баптистов. Вот и все. Но это новое. Могли вы рассуждать так? Священниками, начиная говорить, сразу это доказывают. А они валом валят на нее. Вот фильм «Остров». Ой, как они откупают залы. Пишут везде. А я ему разбор сделал. Да, разрушительного фильма для православия создать нельзя было. Студент. Студент написал этот сюжет-то весь. А Павел Талунгин режиссер-то, ему какая разница где. Петр Мамонов играет главного героя. Он говорит, я не пойму, что за ажиотаж. Там ничего нету. Так картинка он называет, это киношка. Он это понимает, а они не понимают. По всей стране остров, остров, остров. А ничего там нету. Нету неверы в Бога. Нету. 30 лет он, Господи, помилуй, долдонит и не верит в прощение от Бога. Это неверие. Но вот это паломничество, как едут, как тут кинулись. Это знаешь, как подмигло монастыри? О, они Петра Мамонова вполне могут канонизировать. Это так шло. А теперь пошло дальше идти некуда. И одна говорит, я вот столько лет замуж не выходила, а в паломнической группе с одним познакомились, кандидат наук, и теперь мы поженились. Дальше теперь давно уже развелись, а может быть, а уже нигде нету. Как кинулись туда старая невеста, девы там искать, а может там действительно жених-то. это все Петр Мамонов, вот святой человек, вот это фильм, еще посмотреть. Дальше фильм поп или настоятель, они все одного круга. Живой веры во Христа нету. О рождении свыше ни одного слова нету. О рождении, о вождении Духом Святым, водительстве, нет ни одного слова. Ну и все на этом. Считаю, что на сегодня достаточно для нас. Мы получили очень хороший урок. Богу нашему слава. Ну-ка, вставайте. Вот она моя грелка от простатита. Заводите таких себе грелок. Живая. Говорят, все обеотоки. Она узнает, где болеет. Что? У меня не болит. Ей удобно, она и сидит. Выдумывают все это. Кошка это чувствует. Может быть, что-то она и чувствует, но не то, что ей приписывают. Слава тебе, Господи. Благословен Господь. Благословен Благословен